Батюшка Один из самых известных священников Барышской епархии, благочинный Жадовского монастыря, иерманах Тихон, буквально на расхват. Его пригласили на беседу с подростками сразу два крупнейших учебных заведения, работающих на территории епархии. Студентов Индинского государственного техникума отраслевых технологий и права батюшка, напротив, пригласил к себе в новый храм Рождества Пресвятой Богородицы. Главная тема – духовность и нравственность. Без них человек не может в полной мере осознать самого себя. Когда человек к христиану приходит к осознанию, что надо жить, ну вот так я хочу жить, например, по воле Божьей, да, и начинает пробовать это исполнять, там, жить правильно, иметь желающие расположения к людям, ко всем, там, не лгать, так, ни большому, ни малому. Начинает пробовать это делать, и он видит, что внутри-то меня, что не так, я где-то тут приукажу, где-то привру, где-то он кого-то там надворю. Поговорили с ребятами о храме, о самом батюшке и как он пришел к вере. Волновал вопрос и об открытии в Индии спортивного клуба, побратима клубу Пересвет. Но главная тема – житие Андрея Симбирского чудотворца. Отец Тихон рассказал о нем и о его жизненном. Его современники считали блаженного старца городским сумасшедшим. Однако его дела и поступки были воистину чудом Божиим. С этого отец Тихон и начал беседу со студентами Жадовского сельхозтехникума. Ребят сразу заинтересовал вопрос, почему Андрея Симбирского называют чудотворцем. Бак с чем-то, я не помню, то ли с маслом, с маслом, кажется, да, с подсолнечным, он выдернул и масло это слилось. Его даже, кажется, поколотили за это. Но когда подошли к этой бочке с маслом, то увидели, что туда попала змея, то есть на ней лежала змея. Ну, это вот один из случаев. И таких случаев было множество. Он что-то забегал, что-то делал. Ну, казалось, такие, на первый взгляд, сначала не понимали, а потом эти случаи как бы прояснялись. Пример жития Андрея Симбирского Христа ради Юродиова показывает, что все в этом мире временно. Богатство и слава и при жизни падут прахом через десятки лет. Кстати, студентов сельхозтехникума заинтересовал вопрос благотворительности и ее духовной ценности. Просто, ребята, поверьте, жизнь, она не такая прекрасная сказка. У всех у вас будут какие-то трудности в жизни, какие-то проблемы будут возникать. И хотелось бы, чтобы вы знали, может быть, вы всегда сможете к человеку обратиться, да, куда обращаться. Обращаться надо к Богу прежде всего. В конце беседы отец Тихон призвал на ребят Божью благодать и благословил их. Редактор субтитров А.Семкин